Здравствуйте! Мы начинаем рубрику нашу YouTube «Апексология», которая будет каждую неделю выходить, я надеюсь, по средам. В записи или в прямом эфире посмотрим, как лучше будет. И в пилотном выпуске встречайте Светлану Леонтьюк, главного архитектора нашего бюро. Светлана, привет! Сергей, привет! Спасибо, что вызывал. Спасибо, что ты так быстро и легко отозвалась. И мы сегодня проведем с тобой эфир, который будет посвящен в основном твоей деятельности как архитектора в департаменте иностранных проектов и проектов культурного наследия. Я тебя немножко помучаю вопросами про работу с иностранцами, позволь. И свой первый вопрос я хочу, знаешь, так глобально задать. Скажи, что будет с архитектурой в России, не только, видимо, иностранной вообще? Как ты думаешь? Слушай, я предполагаю, что точно не будет так, как было раньше, точно не будет так, как было последние несколько лет. Как сказать сложно, но поскольку люди в целом, как вид, все еще продолжают жить в домах, в зданиях, им для работы тоже нужны места, им для того, чтобы свою жизнь каким-то образом организовывать, нужна крыша над головой. Думаю, в глобальном смысле с архитектурой все будет в порядке. А вот то, что касается условных нас с тобой, да, наверное, будет непросто. Как было семь тучных лет и потом будет семь голодных лет. Понятно. Ну, я не могу с тобой не согласиться про первичные нужды человека где-то скрыться от дождя и снега. А в связи с этим я даже не про будущее, наверное, а про настоящее. Какие тренды ты видишь, которых не было, я не знаю, там, 10 лет назад, да, когда ты проектировал, и сейчас глобально в архитектуре, в продукте, может быть, ну, это все смежные вещи. Слушай, вообще, вот слово, которое ты сказал, продукт, оно, собственно, оно появилось. Если вспомнить то, что было 10 лет назад, ни слова продукт, ни продуктологи, ни вот чего-то нового, этого не было как класс. Как будто мы сидели с заказчиками и на коленке придумывали, что сделать, что разместить в доме. В целом, мне кажется, много таких, что ли, наверное, новых элементов внесла пандемия. И в целом, какая-то чуть более ускоренная, чуть более ускоренное движение в сторону удаленной работы. И я думаю, вот это то, что каким-то образом влияет на архитектуру. Если сейчас посмотреть то, что мы делаем, я уже давно не видела каких-то, если мы говорим о жилье, я давно не видела жилье без дополнительных функций. То есть без того, чтобы там внутри были какие-то помещения общедомовые. То есть если условно 10 лет назад считалось, что тоже какие-то общедомовые помещения. Колясочные есть и достаточно. Сейчас это, опять же, мы, наверное, говорим, может быть, в основном про Москву и про Питер. Сейчас вот в городах, где по максимуму как-то идет строительство, строительная индустрия развивается. Там как раз уже как будто тяжело представить себе дома без дополнительных функций. Я тебя понимаю, да. И в городах даже не миллионниках, мы знаем, например, там Брусники, да, в Тюбине. Да, есть задача сделать продукт, который бы сильно отличался от всего, что там было до этого. А в связи с этим люди, которые задают эти тренды, ну, понятно, что ты уже упомянула не человека, а целое явление под названием пандемия, которое заставили нас пересмотреть свои взгляды на рабочие процессы, на времяпрепровождение и так далее. А вот люди, я их называю, в принципе, даже не их называю, весь этот процесс шабаш-маркетологинь, да, когда ты приходишь на некий Zoom или на совещание, и тебе люди говорят как надо. Вот такой, наверное, острый сейчас будет вопрос. Скажи, пожалуйста, какова степень доверия должна быть у архитектора, не важно, там, у ГАПа, ведущего архитектора или у целого даже руководителя бюро, к людям, которые, может быть, более насмотренные, может быть, более в этой теме, более погруженные в эту тему. Вот скажи, какова степень твоего, я поскольку буду адресовать тебе, доверия к людям, чье мнение ты должна услышать, или ты каждый раз подвергаешь критическому взгляду, точнее, их... Предложение? Предложение или даже не предложение, а есть слово более жесткое, чтобы от армейского уйти приказы. Слушай, вопрос был очень длинный. Да, да, спасибо. Ты, наверное, догадываешься, что я... Первое, что меня покоробило в вопросе, шабаш-маркетологинь. Почему не маркетологов, например? Немножечко сексизма зашло в наш... Конечно, как же я могу... Я же сказал, сейчас будет остро свет. Да, 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 да. Если мы уберем вот этот вот несколько гендерный подтекст, то, слушай, ты знаешь, для меня вот в тех проектах, в которых я работаю, опять же, может быть, стоит некоторую... Которую для наших зрителей, слушателей можно некоторый такой дисклеймер привести, что те проекты, с которыми я работаю, они в целом... Ну, у них есть некоторые особенности. То есть, а, это иностранцы, то есть, это какие-то идеи, ну, основные, в том числе, идут от иностранных проектировщиков. И второе, обычно проекты, на которые приглашают иностранцы, это проекты с относительно свободным бюджетом, так это назовем. То есть, это уже определенный уровень. И, возможно, вот мой опыт, он будет немножечко однобоким. И в тех командах, в которых я работала, когда мы называем широкую, вот эту вот большую команду, где иностранный архитектор, мы и заказчики со своим маркетингом, со своими консультантами, ты знаешь, это всегда было очень благотворное, наверное, я бы сказала, ступничество. То есть, это всегда было очень полезно. Для меня каждый раз опыт работы с маркетологом, это действительно опыт, а как посмотреть немножко с другой стороны. Что могут предложить, возможно, то, чего я не могла бы выдумать, потому что у меня просто другая профессия. И, знаешь, это всегда в моем случае, это было очень полезно. Я понимаю, что, я представляю, что иногда это может принимать, наверное, какие-то, ну, гротескные формы. Но в моем случае это всегда было супер-плаготворно. И всегда для продукта, для проекта. Потому что, как сейчас, я понял, видимо, сейчас слово «синергия» входит, вошло давно уже в обиход, видимо, вот эта синергия иностранного архитектора, заказчика, в котором, да, заинтересован и архитектор, и, соответственно, наоборот, и локальный партнер, ну, в нашем лице. И все это превращается в такой котел плавильный, где никто не тянет прямо глобальное одеяло на себя. Слушай, в связи с этим, давай тогда подойдем к основной теме. Я зрителям нашим представлю первый проект, который шел очень долгое время в Апексе. И ты подключилась к нему уже на этапе, когда к нему компания Dyer присоединилась. До этого там были еще другие компании зарубежные. И ты можешь сегодня рассказать нам как-то, я даже затрудняюсь, видимо, те два с половиной года, которые шел проект, да, там, или два года, как можно уложить кратко. Нет, четыре, но без тебя, я просто... Наверное, мы не будем прям уже там от сотворения мира, да, рассказывать. Но вот можешь кратенько и каким-то основным вехом пройти, рассказать зрителям про проект на Лужнецкой набережной для компании Абсолют? Мы начали его в конце 2019 года. То есть, опять же, если мы возвращаемся к тем процессам, которые на нас сильно повлияли, этот проект мы начали до пандемии. И это в целом было какое-то очень традиционное взаимодействие с еженедельными воркшопами, с личными встречами. Компания Dyer, они разрабатывали 100% всех архитектурных решений на этом этапе. То есть, это была им, ну, и вся визуальная составляющая, и весь ландшафт, и, собственно, посадка секций, и вот, да, офисы, жилье, подземная часть, все то, что вот сейчас мы здесь видим, выходит на набережную. Началась пандемия. Дальше мы, я считаю, с потрясающим успехом перестроились, опять же, что мы, что да, что заказчики. И мы первую часть проекта, когда речь идет про концепцию, когда речь идет про сопровождение концепции, мы, ну, в целом, неплохо прошли. И по завершению этой стадии у заказчиков, ну, насколько я поняла, заказчики захотели насытить свой проект еще, ну, сложно, наверное, сказать, большим количеством имен, но, да, в какой-то момент началось, ну, началось добавление других архитекторов, причем именно архитекторов. Да, вот это вот прекрасная схема, когда речь идет, например, не про консультантов, которые у нас в этом проекте были на подземной автостоянке. То есть мы здесь работали с питанцами и разрабатывали технологию подземной автостоянки, и это немножечко стоит особняком. То есть они не принимали решения ни в какой, ну, так скажем, эстетике. Вот, а на каком-то этапе заказчик, возможно, как-то ощутил, что на такой большой участок, на 300 тысяч квадратных метров, возможно, имеет смысл посмотреть разные точки зрения, визуальные, эстетические, и как-то попытаться это все собрать в одну. Вот, собственно, что и к чему мы пришли в итоге. И вот мы этим летом получили положительное учение. Можно я тебе, Свет, вопрос задам, пока мы дальше не ушли, важный на этом этапе. Как ты сама считаешь, твое мнение личное, на таких больших площадках изначально один архитектор, один автор может сделать все дома? Ну, то есть спеть и фальцетом, и басом, и баритоном, и чтобы это все звучало как красивое произведение? Или все-таки он лишен такой возможности, потому что у него есть свои стилистические приемы и так далее? Если мы сейчас, ну, мы говорим только про мое личное мнение, личное мое мнение, как Свет или Антюкта, в целом, я считаю, что площадки такого размера 300 тысяч квадратных метров. По большому счету, наверное, все-таки можно вот эту вот южную часть хамовников отнести к какому-то историческому центру. В моем личном представлении площадки такого размера не должны существовать на этой территории. То есть у меня ощущение, что это слишком... Ты имеешь в виду площадки, в смысле ТЭПа ты имеешь в виду? Да, да, да. Я в целом уверена, что архитектор, ну, и архитектурное бюро, вот, да, это прекрасные профессионалы, они могут, так скажем, переварить площадку, переварить любое количество ТЭПов абсолютно успешно. Но, опять же, не но, а в целом, возможно, это позиция заказчика, когда хорошо было бы выбрать с самого начала, или все делает один архитектор, или с самого начала идет деление по, ну, вот, условно, по разным частям. В случае, вот, Лужнецкой, здесь как будто было ощущение, что меняют коней на переправе. В целом, в моем личном представлении, чем меньше площадка в случае, там, не знаю, с центром Москвы, 50 тысяч квадратных метров, мне кажется, это уже перебор. Здесь в шесть раз больше. То есть, да, идеологически мне это, скорее, не близко. Но это имеет право на существование, и сколько людей, сколько мнений, возможно, для... Ну, слушай, мы же с тобой тоже не можем отрицать, это даже сейчас будет не вопрос, а комментарий от меня, что город Москва, город звезда, город мегаполис, да, там, и с приставками мега у него идет все, и плотность, и высота. Да, и за те последние годы, что мы проектируем с иностранцами, или там без иностранцев, мы видим, как подросла Москва относительно той средней, того среднего значения, 75 метров, ну, это для зрителей просто объясним. Уже давно прорвала облачность, 100 метров – это норма, соответственно, 200 – это уже привычный размер, поэтому скорее здесь мы просто видим, как любит один московский архитектор, нужно, может быть, повыше было чуть-чуть что-то сделать, а что-то пониже, чтобы как раз этот силуэт, да, городской. Но это я не критикую, я просто говорю, что каждая площадка требует, в принципе, осмысления уже давно не в парадигме до 50, до 75 метров, а требует осмысления в парадигме большей высоты и больше там возможности для скульптурности застройки. Ну, это мой комментарий, да простят меня зрители. Давай вернемся тогда немного к Лужнецкой, я просто хотел бы понять, какой трек у нас обычно в Апексе проходит иностранный архитектор с нами, мы с иностранным архитектором, то есть те комментарии, те вопросы, которые у нас всегда возникают, можешь чуть-чуть рассказать, как мы построили работу с нормативной базой, с базой… сейчас, извините, я немножко прокручу, с базой наших пожарных норм и так далее, чтобы зрители понимали. Если мы говорим про трек, то так или иначе мы проектируем в России и мы привязаны к нашим российским стадиям. Иностранные проектировщики начинают, само собой, раньше. То есть, условно, если для нас, для нас как для локального архитектора, для нас первая большая работа – это все-таки стадия П, когда мы понимаем, что концепцию до этого сделал кто-то другой, не внутри Апекса, то иностранцы естественным образом начинают раньше. Обычно на довольно ранних этапах заказчики подключают нас как консультантов, чтобы какие-то, возможно, вопросы, связанные с посадкой, связанные с генпланом, связанные с теми же путями для пожарных машин, мы могли на ранних этапах скоординировать, и они бы дальше не влияли нам, на следующих стадиях не влияли серьезно на внешний облик. Дальше, обычно, вот на стадии концепции, и, боже, я уже даже не помню, вылезело из головы, как называются эти стадии на английском, мы обычно сопровождаем иностранцев. То есть здесь мы, скорее, как такая вторая скрипта. Дальше, после того, как завершена эта стадия, мы начинаем свою стадию П на основе альбомов, которые мы получили от иностранцев. На этом этапе мы немножко меняемся ролями. То есть мы проводим весь проект через все нормы, через все-все-все, а иностранцы в этом случае, они выступают консультантами. Дальше, после стадии П, они уходят разрабатывать свою следующую стадию, что обычно бывает в DPL-дизайн, и, опять же, мы снова меняемся ролями. Возвращаемся на рабочую документацию, и если возвращаемся на рабочую документацию, то мы опять немножко меняемся ролями. Это то, что касается вот этого основного трекса. Свет, можно уточнение небольшое про первую стадию? Я правильно понимаю, что от тех комментариев, которые мы даем на самом начальном этапе, много зависит, опять-таки, для нас, со стадии проектной документации, переделки сводятся к минимуму. Ну, то есть на стадии концептуального дизайна мы даем максимальное количество комментариев касательно пожарных, инсоляционных и эвакуационных норм, которые потом уже ложатся четко на стадию ПД. Да, в моей практике были объекты, когда решения, заложенные на очень ранних стадиях без локального архитектора, приводили к тому, что невозможно было пройти экспертизу. Заказчик уже на ранних этапах прикипал к каким-то решениям душой, и дальше это входило, ну, вот какие-то совершенно непримиримые противоречия на следующих стадиях, и проект просто замораживался. Возможно, ну, можно сейчас гадать и спекулировать на том, что было вот в каких-то таких конкретных случаях, что было основной причиной, но в моем понимании, если бы на более ранних стадиях мы были подключены, и удалось бы избежать больших проблем, большого количества переработки, большого количества потраченного времени и в итоге бюджета заказчика. Слушай, а тогда вопрос. Скажи, пожалуйста, у тебя не возникало ощущение, что иностранным архитекторам дают чуть больше времени на первый этап творческий, нежели российским? Сколько в среднем занимает у иностранного архитектора работа над концепцией? Можешь сказать? Ну, даже на примере Лужнецкой. На примере Лужнецкой, честно скажу, мне сложно оценить, вот сколько времени было, например, у того же Дайера на разработку концепции, потому что, когда мы подключились, когда я увидела проект у Дайер, это была уже очень хорошая стадия проработки. То есть я понимала, что они уже работают несколько месяцев к этому времени. Мне, я, к сожалению, я не знаю, сколько их было, месяц, два или это было. Мне кажется, вот по тому опыту, который у меня есть, мне кажется, что при работе с иностранцами заказчики, возможно, чуть более тщательно подходят к каким-то первым этапам своим, то есть условно на этапе создания технического задания и вот каких-то таких моментов они прорабатывают чуть больше, понимая, что, ну вот, за счет вот этого перевода, за счет, возможно, разного восприятия может многое поменяться. Даже не то, что поменяться, может многое как будто вот уйти не потому, что это не важно, а просто потому, что такой процесс работы в многонациональной команде. Когда работают с, ну, когда все происходит на русском языке, возможно, заказчики чуть более легко относятся к этим первым этапам, что, ну, ребят, мы же друг друга понимаем, ну, что-то тут мы сделаем. То, что касается работы иностранцев, на которую я смотрела на первых этапах, у меня в целом сложилось ощущение, что у них другой подход. Они не ударяются в вариативность, они на каких-то ранних этапах обозначают свой путь, его с заказчиком проговаривают, и дальше они не сильно с него сворачивали. То есть не бывает такого, что принесли им пять равнозначных вариантов, и заказчик открыл глаза и не знает, например, что будет. Или знает, но потом думает, так, ага, на этом этапе у меня было пять вариантов, на следующем я хочу тоже пять вариантов. как будто заказчики, да, немножечко, опять же, может быть, это не заказчики, возможно, это в целом принцип работы иностранцев, они немножечко по-другому, немножечко по-другому это устраивают. И, возможно, вот как раз из-за этого устраивания у них получается это относительно недолго. То есть они довольно быстрые. Я не хочу сказать механистично, но в целом, когда наработана уже какая-то практика, со стороны это действительно кажется, ну, боже, он работает как машина, он просто вот что-то и выдал. Вот, возможно, в этом некоторое... Слушай, а у меня к тебе тогда вопрос опять личный, как Светлане Леонтью, как ты любишь уже говорить. Ты вообще веришь в то, что можно нарисовать пять равнозначных вариантов на одном площадке? Неважно, массинга, фасадов, неважно. Чтобы один архитектор нарисовал пять равнозначных вариантов? Нет, немножко не так. Вот смотри, когда архитектор приходит к заказчику впервые, допустим, о чем-то сказала, презентуя ему мастер-план, допустим, он приносит ему один вариант или два варианта, или пять вариантов. Я вот и интересуюсь, вообще может быть, ну, знаешь, как нас учили в институте, что вариант может быть только один хороший. Ну, я не знаю, кого как учили, но, по-моему, это логично, что если ты через себя какое-то количество вариантов переварил, ты принес лучший вариант и пытаешься его защитить перед заказчиком. Вот мой вопрос, скорее, лежит в плоскости. Стоит ли вообще заказчику показывать много вариантов? Политически, наверное, стоит заказчику показать не один вариант, чтобы продемонстрировать объем работы, который был проделан. Не для того, чтобы как-то завалить чертежами или интеллект продемонстрировать, а чтобы заказчик понял, опять же, если бы я была на месте заказчика, для меня было бы важно, чтобы архитекторы, которых я нанимаю, так скажем, не зря ели свой хлеб. То есть, что они не просто на коленочке сейчас вот мне здесь что-то первое нарисовали и выдали, а чтобы они только провели интеллектуальную работу. Для того, чтобы эту интеллектуальную работу презентовать заказчику, наверное, стоит как-то во что-то это облечь. Не знаю, должно ли это быть пять разных вариантов. В моем личном мнении пять разных вариантов от одного архитектора, наверное, это сложно. Опять же, если это какая-то суперогромная проектная мастерская, в которой может трудиться пять разных групп, и вот они смогут сделать пять более-менее равнозначных вариантов за какое-то время, возможно, это имеет смысл, но дальше вопрос упирается в ресурсы, в то, сколько это ну, понятно, займет времени на координацию и так далее. Я понял, отличный ответ, да, согласен с ним совершенно. слушай, тогда давай еще по Лужнецкой парочку вопросов. Вот ты сказала важную такую, подняв тему, про костяк, про ту основу, которую компания архитектора, ну, иностранная, неважно, российская, несет, то есть первое и самое важное, за что заказчик цепляется. Скажи, я увидел очень интересное решение по подземному Drop of Lobby на Лужнецкой, сейчас мы покажем зрителям историю, когда машины подъезжают в подземной стоянке к подъездам и фактически весь двор мы освобождаем от какого-либо транзитного автомобильного движения. Эта идея, скажи, пожалуйста, родилась сразу, она легла в основу всего мастер-плана или она выкристаллизовывалась как-то? Нет, в тот момент, когда Апекс присоединились к проекту, эта идея уже была. И в моем личном ощущении заказчикам она очень нравилась. И так или иначе, почти без существенных изменений эта идея дошла до самых последних стадий. То есть, да, немножко менялась геометрия другого зона, но так или иначе они остались. И вот эта вот концепция подземных улиц, то есть, когда ты не просто едешь по темному, глухому паркингу и думаешь с этими бесконечными рядами колонн, цифр и всего остального, а заказчики как раз ухватились за эту идею, за этот продукт, так, наверное, мы можем назвать, подземная улица с дропов-зонами, которые позволяют не только решить вопрос подъезда к зданиям, но еще и сделать парк, который в центре Москвы, это всегда здорово. Ну, то есть, идея, я просто почему спросил, насколько мне известно, на таких масштабных проектах еще никем не была применена. Ну, то есть, есть какие-то смежные решения, похожие, но вот это интересная история. Давай тогда перейдем, если позволишь, к следующему проекту, еще парочку картинок с Лужнецкой, красивых достаточно, где видно, что разные архитекторы, участвующие в проекте, нарисовали непохожие фасады и разнообразили эту среду достаточно высокоплотную и, я считаю, улучшили значительно фронт набережной, все-таки набережной города Москвы, они год от года все лучше и лучше становятся, мы не можем спорить, да, такие появляются целые большие застройки и, может быть, через какое-то количество времени они вообще соединятся в одну большую а-ля Питер, такую застройку, чуть, конечно, плотнее, раз в 10. Перейдем тогда к другому проекту, в который некоторые топ-блогеры не очень верят и пишут, что эта история закончится ничем, я вот хотел бы от тебя, как от человека, который участвовал прямо с самого начала в концепции с ODA, с уважаемой компанией, которая предложила для Level Group такой интересный объект с таким фасадом необычным, расскажи просто чуть-чуть, как родилась идея вот этих вот интересных пианических каких-то форм и так далее, и почему такой объем, почему мне башни. Все, что можешь рассказать, будет интересно. Сразу скажу, что вот эта концепция, которая, если мы смотрим на фасады, она претерпела наименьшие изменения на протяжении всего проекта, то есть на протяжении полутора лет, когда мы дорабатывали концепцию, когда мы проходили экспертизу, когда мы в довольно большой широкой команде в том числе и участвовали в разработке фасадов, вот эти вот лепестки, это то, что всегда было. Возможно, менялись там один влево, другой вправо, один на одном, это уже другой на другом, но вот это то, что в проекте было с самого начала. Если отвечать на вопрос про высоту, то здесь, к сожалению, или к счастью, мы были просто ограничены по ПЗУ, и в целом, насколько я видела материалы конкурса, а вот ODA победили в, кажется, в закрытом конкурсе на площадку, вариантов поиграть с высотой не было вообще. И на мой взгляд, из тех предложений, которые нашему заказчику в группе компании Level поступили, это был действительно лучший вариант. Это был дерзкий вариант, и для меня это было несколько удивительно, что заказчики нашли что-ли смелость пойти именно по этому варианту, не попытаться очень, так скажем, малой кровью обойтись и нарисовать какой-то неоклассический фасад, например, как принято в центре Москвы, сделать все в камне, сделать золотые витражи и успокоиться. А здесь, мне кажется, основное, что двигало этот проект, это смелость и профессионализм заказчика. Это было здорово. Слушай, ну, отсылка все равно есть к тем материалам, которые ты упомянула, присущие классической архитектуре, камень, бронза, ну, или латунь, и вот эти полукруглые окна, которые уже притчевые излицы встали. Слушай, скажи, пожалуйста, о планировке этого комплекса, мы сейчас их покажем нашим зрителям, они изначально на такую ширину согласились, заказчики наши, или она увеличивалась с временем, со временем в связи с тем, что кто-то не добирал технико-экономические показатели по ГПЗУ. Сейчас я дойду до этого кадра. Вы видите, на экране сейчас показана ширина, свет поправь, если я ошибаюсь, сколько на 22 метра корпус имеет. Сергей, я правда не помню, но сейчас станет более-менее понятно. 26, смотрите, 26 даже метров, но в частоте чуть меньше, и вот я хотел бы в связи с этим, наверное, свой вопрос дополнить таким достаточно будоражащим меня соображением. У меня всегда возникало ощущение, что иностранцы, рисующие квартиры для России, ну, для русских девелоперов, я имею в виду, они привносят, естественно, толику того бэкграунда бытового, который есть в Европе, все мы знаем, да, что не все парятся на тему того, что очень глубокие квартиры, допустим, есть, или наоборот узкие, вытянутые вдоль фасада, но не глубокие, двухуровневые, полуторауровневые и так далее. Я вижу на этом эскизе, наши зрители тоже видят достаточно простые с точки зрения функционального расположения планировки, ну, то есть, вы видите, спальная зона, гостевая зона и просто достаточно глубокие сервисные помещения, гардеробные и санузлы. И вот в связи с этим, извините, что я тоже растягиваю вопрос, у меня такое вот к тебе уточнение. Эти планировки, они родились в Апексе или сделали ОДИА, и мы их там как-то чуть-чуть уже причесали. Хороший вопрос. Я, конечно, склонна думать, считать, что эти планировки это плод нашего совместного усилия АПЕКС, ОДИА и, безусловно, наших заказчиков. Если просмотреть историю создания этих планировок, сразу скажу, на самых первых этапах квартиры, которые располагаются от одного фасада до другого, это получается две трети квартир. Для наших зрителей, наверное, стоит сделать оговорку, это все-таки не квартиры, это апартаменты. Но если бы это были квартиры, например, с точки зрения инсталляции, здесь также все проходило, но в нашем случае нам просто повезло, у нас набережная, там, где нет застройки, и у нас относительно глубокий двор, относительно невысокой застройкой вокруг, то есть в любом случае, если речь идет про инсталляцию, все прошло. Возвращаясь к исходным планировкам, вот эти глубокие квартиры, они были с самого начала. На одном из первых зумов о день предлагали несколько другую нарезку в части расположения вот этих небольших лотов, которые ориентированы на одну сторону. Они предлагали маленькие лоты разместить наоборот во дворе, чтобы у больших лотов увеличить вот это вот... Waterfront, Да, увеличить Waterfront. Опять же, для ODA, для американцев было, ну, они немножко, наверное, в своей парадигме это предлагали, и для них было важно, чтобы маленькие квартиры, которые в целом будут, ну, условно продаваться за меньшие суммы, чтобы у них были не самые выгодные вот эти положения. То есть это демократия в действии, да, такая? Да, да, да. Да, правильная. Да, когда это обсуждение происходило с заказчиками, с маркетологами заказчиков, в целом Level очень очень аргументированно объяснили, почему они хотят, чтобы это была все-таки вот такая нарезка, и в итоге остановились на ней. Из моментов, что мне запомнилось, вот эти вот маленькие лоты, есть возможность и конструктивно, и архитектурно, мы это пронесли через весь проект, есть возможность объединять лоты, то есть условно маленькие лоты, они предполагались для тех, кто... Ну, дифферсификация продукта, понятно, да, всегда должна быть, понял. Да, да. Окей, как сейчас говорят, услышал. У меня тогда вопрос, ты упомянула про команду, мы еще с тобой сегодня не говорили про команду АПЕКС, давай тогда про архитекторов я спрошу. Давай. Как главного архитектора проектов, тебе ближе такое вот, знаешь, как бывает, главный архитектор, учитель, который берет, я сейчас без обид скажу, пупсиков, да, маленьких, выпускников, да, которые готовы ко всему новому, у которых нет бэкграунда, и учит их для себя или, как сейчас говорят, под себя, да, тому, чему он сам уже за время своего архитектурной практики научился, или тебе ближе работать с профессионалами с рынка, беря их там, ведущих, архитекторов, руководителей группы, и не, сейчас тоже скажу такое просторечное слово, не сюсюкаться, да, с архитекторами, а просто давать им задачу утром и на следующий день получать полностью готовую работу, вот к какой тебе ближе? Мне, безусловно, ближе второй подход, но это не значит, что в моей команде только он практикуется, у меня довольно, ну, я бы сказала, разношерстная команда, есть в ней люди, с которыми я работала и в, например, в предыдущем бюро, то есть есть люди, с которыми, ну, на чей профессиональный путь я смотрю последние 10-12 лет, есть ребята, которые пришли в мою команду, ну, в основном они, конечно, пришли в начале в Апекс, и они остались в моей команде, пришли ребята после, после института, и мне очень отрадно, что они остаются в моей команде несколько лет уже, собственно, на практике в итоге выходит какая-то смесь, какая-то смесь подходов, но, если честно, мне скорее не близок вот этот вариант выращивать кого-то под себя, для меня в этом есть некоторая опасность вот как раз вырастить, ну, не то, что клонов, но людей, у которых, ну, которые по факту будут немножечко дублировать меня, не нужно дублировать в моем случае, мне бы как раз хотелось наоборот какие-то другие идеи, мне хотелось чтобы у меня в команде были другие подходы разные, и вот я стараюсь, не знаю, как это получается, лучше спросить у моих ребят, я стараюсь как-то вот этот подход нет, ну, это интересный момент, да, что если ты будешь выращивать клонов, то ты превратишься в такого диктатора, которому никто ничего не скажет, да, и просто он будет по накатам всегда работать, если есть мнения разные, конечно, это здорово, никогда не думал, кстати, спасибо об этом, что выращивая такое нехорошее слово, воспитывая, наверное, лучше скажу, смену лучше всегда их критически настраивать относительно своей точки зрения, и тогда в продолжение этого вопроса не могу не спросить, переформулируя свой классический уже ставший в рубрике Апекс интервью, только слово идеологии я заменю на слово система ценностей, скажи, пожалуйста, в чем система ценностей Апекса, какие ты можешь назвать? Честно, для меня это сложный вопрос, для меня это вопрос, который честно, я себе не задавала, не задавала для того, чтобы получить какой-то ответ в словах, для меня было важно, что каким-то образом система ценностей, которая сложилась в Апексе, она созвучна моим внутренним ценностям, и поэтому я и осталась и долго работаю в Апексе, 4 года, кажется. Опять же, можно это списать на в целом, то, что я люблю работать долго в одних и тех же бюро, например, моя предыдущая место работы заняла в моей жизни 10 лет. То есть, возможно, это моя личная особенность, но мне хочется верить, что мы просто с Апек как-то совпали, самостроились. Если говорить именно про самостоятельность, наверное, я здесь немножко опять же, поспекулирую на тему ощущений, чтобы, возможно, наши наши зрители как-то может быть могли для себя чуть-чуть получше это понять не в словах, а вот на другом уровне. Для меня Апекс это что-то похожее на завод Mercedes. Завод, который выпускает автомобили очень высокого качества. но несмотря на это, это все-таки завод, это очень большой механизм, который работает как частык, у которого все есть в нужное время и занимает нужное количество времени по этому графику и на выходе абсолютно предсказуемый продукт очень высокого качества. Я знаю, что в целом это один из множества вариантов, как это может функционировать. То есть если продолжать аналогии с автомобильным заводом, то бывают заводы, которые выпускают не очень дорогие, не очень хорошие машины, а бывают очень небольшие мастерские, которые выпускают супердорогой, суперэксклюзивный продукт и занимают например тоже какое-то другое количество времени. Не всем это близко и я понимаю, что здесь могут, можно здесь рассуждать на тему корректности аналогий, а имеет ли право существовать проектное бюро, которые ощущаются как огромная машина, как завод. Нет, я прерву тебя, я считаю, что вполне адекватная и совершенно точная аналогия Апекса, потому что если у тебя в штате 650 человек и работа идет по уже каким-то регламентам по взаимодействию с заказчиком накатанному, то это хорошая аналогия ничего плохого нет, потому что сами мы с тобой знаем, что приходя в салон автомобильный, продолжаю эту аналогию, мы хотим автомобиль, который будет быстро ездить, который можно сразу сесть и я не знаю, наверное, в нашей аудитории уже такого нету, но лет еще 25 назад, 20 даже, может быть, было написано в объявлениях протянут, антикор, то есть для того, чтобы пользоваться автомобилем нужно подтянуть было все гаечки, все его детали и обработать напильником, и антикоррозийная стойкость его была низка, если его не обработать соответственным составом, поэтому если продолжать твою вот эту интересную и точную аналогию, могу сказать, что есть бюро архитектурное в Москве, скажем так, бутиковые, которые выпускают McLaren или не знаю там Zonda Pagani, это такие суперэлитные автомобили гоночные со скоростью 400 плюс километров ездящие, а есть бюро Apex, которое выпускает очень хорошие и очень тоже быстрые автомобили, но не в единственном экземпляре, а в чуть большем количестве, поэтому мне очень нравится эта аналогия, и позволь как раз вот с этой аналогией тогда следующий вопрос задать, были тоже в сети неудовлетворенные читатели, я не знаю там, или писатели даже, которые сомневались в том, что можно сделать левел Савинское в том виде, в котором нарисовали его американские архитекторы. Вот в связи с этим вопрос, скажи, пожалуйста, какие консультации, какие цепочки взаимодействий Apex с кем, чтобы достичь такого результата, были задействованы. Вот интересно очень послушать качество, время и так далее, вот как это все было. Собственно, сейчас мы с тобой смотрим на фотографию Макапа, где в двух экземплярах сделан элемент декоративный, который решил весь фасадный облик. В двух экземплярах он сделан потому, что есть потребность понять, что лучше выглядит натуральный камень или стеклофибробетон. То есть здесь как будто вот на этом проекте мы мы я говорю про очень широкую команду, включая заказчиков, включая иностранцев, включая нас, мы как будто думали уже немножко на другом уровне. Не на уровне а можно ли это сделать, а на уровне в каком материале это будет выглядеть лучше всего. Это я бы сказала некоторый показатель нашего общего профессионалиста. Если мы говорим про технические детали, то что здесь на мой взгляд было очень очень полезно и тот подход заказчика, который меня наверное с одной стороны удивил, а с другой стороны я поняла, что стандарты в целом довольно высоки. Если говорить про фасадные решения, фасадные консультанты как отдельная единица, как отдельный член команды, это была группа фасадных консультантов, которые занимаются и светопрозрачными конструкциями, и декоративными элементами, собственно, весными фасадами, они были на проекте с довольно раннего этапа. То есть они подключились не в тот момент, когда уже отлит монолит, и нужно что-то сделать, и дальше начинаются какие-то компромиссы, а получится у нас это сделать или не получится делать. Нет, на самых ранних этапах мы работали уже с профессионалами очень высокого уровня именно в технических частях. Я считаю, что только благодаря, ну окей, не только благодаря этому, но и в большой степени благодаря этому мы смогли без существенных потерь эстетических смотреть то, на что мы сейчас с тобой смотрим. Опять-таки возвращаясь к аналогии, чтобы сделать хороший автомобиль, нужно подключать всех участников процесса на ранних этапах, а не рисовать красивые картинки. Это я могу только сказать всем зрителям, которые задействованы в области со стороны заказчика нашей, я имею ввиду девелоперско-архитектурной. Слушай, вот на, я думаю, такой красивой картинке, резюмируя наш с тобой разговор, я задам тоже вопрос, который я задавал всем в рубрике «О чем ты мечтаешь?» Скорее, я всегда задавал его в разрезе в Апексе, да, уточняя, да, но я тебе позволю вообще более широко ответить, шире значительно, сказать вообще в профессии, о чем ты мечтаешь в рядах Апекса или где-то еще. Слушай, недавно на летнем отпуске мы как раз с друзьями обсуждали, ну вот внутренний был такой разговор, а что бы мы делали, если бы нам не нужно было работать в плане зарабатывать деньги, оплачивать ипотеку и вот, ну, вся такая вот бытовая история. Я на удивление для себя, я, если честно, не часто задаю такие вопросы, но с удивлением для себя я ответила себе на этот вопрос, что я бы изучала иностранные языки и я бы отправилась в творостное кругосоветное путешествие. Я так или иначе немножко занимаюсь и тем, и другим и в профессиональном моей профессиональной жизни язык это действительно в данном случае антиск. Для меня это большая часть моей профессиональной идентичности, так это назовем, и, собственно, в Апексе я полностью эту свою потребность закрываю. Если говорить про парусные истории, то я бы очень хотела спроектировать или поучаствовать в проектировании Марины или Большого Порта, вот чего-то такого, чтобы меня профессионально связало с парусными путешествиями. Здорово. Это профессиональная мечта такая. Супер. К сожалению, могу только констатировать, что архитекторы в России, не знаю, какой их процент, но очень большой проектирует только жилье. Я с тобой солидарен, что хочется спроектировать Марину, не знаю, какое-то общественное сооружение и так далее. Свет, огромное тебе спасибо. Я считаю, на такой высокой ноте про мечту мы можем с тобой раскланяться и сказать друг другу большое спасибо. Благодарю, что ты стала первым участником YouTube-формата Апексологии Сергеем Сенкевичем и надеюсь, что этот формат у нас приживется. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое, что позвал.